Это очевидная история, на самом деле, появление американцев в Украине. Не, ну это глобальная, понятно. Так это была их глобальная цель, втянуть Украину в конфликт, в этот конфликт, втянуть Российскую Федерацию, а дальше ввести санкционную политику в отношении России, а санкционная политика в отношении России в том числе и пагубно сказывается на экономике Европейского Союза. Плюс давайте откровенно, посмотрите требования МВФ. МВФ по-прежнему настаивает на тотальной распродаже всех наших государственных активов, земли и прочего. Чем хуже будет в Украине, тем дешевле эти активы будут стоить. Тем за меньше напечатанные доллары они будут скуплены транснациональными корпорациями или теми, кто стоит за Соросом и является заказчиком этой цветной революции. Ну а то, что они вечные геополитические противники с Россией, это тоже очевидно. Поэтому чем дольше этот конфликт будет у нас, тем хуже будет в первую очередь Украине, и тем лучше и прибыльнее будет Соединенным Штатом или отдельным ее каким-то представителем. Да, это понятно, это вроде бы очевидные вещи, которые, кстати, наблюдаются в Украине последние годы, но пока, скажем так, лоббирование и конкретные предложения могут исходить из посольства США в Украине, то, например, в Ордло в данной ситуации есть немножко другого рода заявления и факты. Ну, во-первых, массовая раздача паспортов и их оформление всем известно, но появилась история и, скажем так, статистика на будущее, что до миллиона паспортов Российской Федерации попробуют выдать до конца уже этого года, то есть представителям Ордло. Мы прекрасно понимаем, что там в среднем проживает 3 миллиона человек, да, а те, кто могут получить паспорта, ну, то есть это миллион, это как раз-таки фактически большинство тех жителей, да, не считая пенсионеров и малых детей до 16 или до 14 лет, если считать российское законодательство. Сейчас изменения в Конституцию Российской Федерации вероятнее всего вступят в силу, ну, потому что, смотря, опять же, за соцопросами... Там не может быть по-другому. Ну, ну, просто наблюдая даже за соцопросами, там, за лидерами общественного мнения в Телеграме, я вот немножко понимаю, как россияне настроены на это. И, скорее всего, проголосуют за поправки в Конституцию. А в тех поправках очень четко и еще раз красным маркетом подчеркнуто, да, защищать фактически русскоязычное население, защищать фактически российских граждан за рубежом. По сути, у России еще больше аргументов встать на защиту теперь уже не только русскоязычных украинцев на Донбассе, да, а и граждан Российской Федерации. Как из этой проблемы мудро выйти Зеленскому. Потому что он сегодня, кстати, вспоминал в интервью для «Украинской правды» о немудрых президентах прошлого. Вот сейчас у него есть шанс проявить свою мудрость. Как? Как решить эту проблему? Эта проблема нерешаемая. И на самом деле мы с вами обсуждали это еще год назад. То есть одно дело нападения, ну, теперь военного пути решения конфликта на Востоке вообще не существует, потому что это будет означать прямое противостояние с Российской Федерацией, у них будет право защищать своих граждан. Но смотрите, дорогие друзья, вас не смущает то, что точно так же выдаются карты поляка, польские паспорта, румынские, венгерские, и жители западных областей, ну, наверное, уже исчисляются сотнями тысяч, кто это гражданство получил. То есть на Востоке такая же симметричная история у нас происходит. И чем дольше конфликт будет длиться, тем более пагубных процессов, да, больше начнет происходить. И самое обидное, что они все предсказуемые, очевидные. И задача нашей власти была этого не допустить. А сейчас это уже, ну, каким образом? Вы паспорта будете забирать? А вот смотрите, то, что сейчас происходит из инициатив президента, да, мы видим... Двойное гражданство. Но вот создание общин сейчас происходит, например, в Одесской области под Болгар, опять же, в Закарпатской области под Венгров, да, то есть в Берегово. Вот создаются, скажем так, отдельные территориальные единицы, где будут проживать нацменьшинства, ну, допустим, да, или вот, как это называется, анклавы, да, вот большие угруповывания людей. И, по сути, это как бы решает проблему. Ну, потому что отнять венгерский паспорт у жителя украинца, да, из Берегова, но это же невозможно, вспоминая то, как им с шампанским и с гимном Венгрии выдавали этот паспорт. Возможно ли такое создание вот этого анклава из Ордло в будущем? Может быть, эта логика, она подтверждается сейчас? То, что вы называете анклавом, де-факто становится другим государством. То есть, если там живут граждане другой страны, если они владеют собственностью землей, то что это есть? Я понимаю, что сейчас такие решения принимаются в угоду местным выборам, которые пройдут через 4 месяца в Украине. И что таким образом пытаются заигрывать, как вы сказали, с угруповываниями людей. Но я считаю, что это неправильное решение, однозначно. Объединять и делать территориальную реформу в первую очередь надо. Вы знаете вообще, как границы возникли в наших областей административных? Были первые планы ГОЭЛРО по электрификации, вот они протекали в каких-то границах. Дальше стоял критерий, это скорость мобилизации населения, да и количество членов партии. Я считаю, что такое деление абсолютно глупое и примитивное, не соответствует современным вызовам. Делить области нужно исключительно по экономическим приоритетам. У нас есть промышленные области, есть области, где хорошо развит туризм, где развита сельская хозяйство. Так разве не так сейчас делят территориальные громады в реформе децентрализации? В реформе децентрализации во главу угла ставится плата с проможность громад, да. То есть после этого объединения смогут ли они сами себя содержать, они будут ли дотационными. Очень много конфликтов, в том числе и в Харьковской области по объединению, потому что уже созданные громады пытаются себе захватить еще дополнительные территории. Это увеличивает доходную часть, но понятно, что в приоритете в первую очередь будет центр этой громады, да. То есть тех, кого сейчас туда втягивают, пострадают. Но смысл в другом, да, я все-таки закончу. Если административное деление перекроить в угоду экономическим перспективам, выгодам, да, то тогда можно вводить и дифференцированное налогообложение, да, то есть создавать свободные экономические зоны для привлечения инвестиций, делать Украину более инвестиционно привлекательной. Но, к сожалению, сейчас приоритетом это совершенно не является. Учитывая требования МВФ и готовность власти их подписать, я понимаю, что все абсолютно экономические рычаги, с помощью которых можно было бы восстанавливать экономику и в кризисное время, и в посткризисное время, да, мы отдаем на откуп людям, которые точно не будут жить нашими интересами. Меня всегда поражает, когда радуются там успехам Соединенных Штатов Америки или то, что вот теперь, да, этим не управляет Украина кто-то. Друзья, никто в наших интересах ничем управлять не будет. Все, получая наши рычаги, будут максимальную выгоду и прибыль извлекать из нашего горя.